Я буду очищать поверхность от топлива стекла Все ненужные вещи убираем Я буду сегодня использовать абразивные круги от Минзерны в начале шерстяной и средней жесткости от полирования Минзерны такого желтого цвета, есть еще точно такой же белый Они чуть-чуть отличаются по жесткости Это более жестче, делают чуть помягче В принципе так визуально они не особо отличаются по жесткости Я бы не сказал Что я сделаю? Стараюсь как можно ровнее присоединить полировальник чтобы он не бил, не вибрировал Это очень важно Видите, полировальник я, хотя постирал Видите, сколько еще абразивов от предыдущей полировки То есть эта пыль тоже может быть источником риски Поэтому обязательно перед работой убедитесь в том, чтобы полировальник у вас был чистым После работы его постирали? Да Это я вчера сказал Особенно машина, она очень хорошо держит Сверху 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 В общем, она будет чистым Сверху 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 Заседает. В отличие от поролона, поролон имеет свойство впитывания пасты, поэтому расхода на поролоне больше полироля, нежели на шерсти. Шерсть она не впитывает, вся паста остается в этой поверхности. Поэтому этого количества, для этого объёма, это предостаточно. Для начала мы распределяем всю пасту. Видите, я работаю участками. Грубо говоря, взял одну детальку и работаю. Капот – это примерно 2,5 детали по своему размеру. Смотря какие капоты. Вот этот, к примеру, 2 детали. Какой-нибудь от краунного, 2,5-3 детали. Поэтому тоже работайте по кускам. Все плотностью распределил. И дальше я работаю каким образом? Я ставлю машинку под угол примерно 15 градусов. Сколько оборотов? Оборотов вначале, небольшие обороты, примерно 700-800 оборотов, то есть на единичке. Ну, да. Работа только под угол. Машинку перемещаю не быстро, ну, в какие-нибудь равномерные скорости, чтобы проколировка была на всех частях. И на 3 четверти перекрываю. Потому что, видите, круг большой, а каждая-то такой небольшая. На самом деле, полезная площадь уменьшится. И потом, когда уже распределил, просто уже самую поверхность кинетируем. Вот. вначале, когда мы только начинаем спиривать риску, наша задача спирить их можно быстрее. Правильно? То есть, мне что нравится еще, что паста неплохо. Вот смотрите, что произошло. Правильно? Видите? Преимущество дополнительных абразивов. Тем, что у нас здесь еще риска заметная, а здесь поверхность уже, что? После одного прохода глянец появился. И как вы думаете, какую поверхность быстрее отполировать? Ну, конечно же, вот эту. По сути, купив Трайзек, да, или там другой абразивов, с минимальным количеством абразивов, по этой тысяче, там, или четыре тысячи, или две тысячи даже подойдет, мы экономим свое время, экономим пасту, ну, вообще, все процессы улучшаются. Вот. Если посмотреть вот на это покрытие, то мы еще все равно увидим бараны, потому что оно не доготовлено. Чтобы убедиться во всех этих нюансах, потому что пасты любые имеют свойство давать дополнительные грянецы. И чтобы увидеть истинное состояние покрытия, нам нужно опять-таки использовать очистители, чтобы убрать пасту с поверхности в виде блендера. Таким вот комплексом инспектором, или обезжиривателем на сольвентной или на водной основе тоже это можно делать. Но если свежее лактрачное покрытие, как вот в данном случае, то лучше сольвента не использовать. Почему? Ну, сами понимаете, что это достаточно может быть агрессивный. Очистители, то есть на старых покрытиях спокойно можно использовать вместо топ-инспектора. Топ-инспектор, он уже не содержит такие агрессивные вещества, то есть мы можем не бояться того, что какие-то пятна от обезжиривателя у нас могут остаться. Потому что, понимаете, что верхний слой лака, он может быть уже вставшим, а нижний или серединный слой, он еще будет слегка сыроватым. И у него химическая стойкость не такая, как у верхнего слоя. Но в данном случае мы сушили лак инфракрасной лампой. А инфракрасная лампа, как мы знаем, сушит полностью на всю глубину. Поэтому, по сути, я как бы... От металла, да? Да. То есть она полностью до металла, до волной проходит. То есть обычная лампа, верхняя только стойкость. Слушай. Здесь есть пистолет под рукой, продувочник. Быстренько вот эти вот, видите, пасты эти, оставь, сдули, чтобы это, наверное, не мешало. То есть, смотрите, овчина, она мне, по сути, здесь помогла в каких-то планах. Потому что она позволила нам быстрее спилить риску. И я могу спокойно уже взять поролон и переполировать поролон. Вот. Но учитывайте, что овчина, она может давать голограмму. Поэтому обязательно, то есть у меня только поролон работает. То есть переполировано. Дальше я могу этим же составом еще раз пройтись по этому месту. Для чего? Ну, для того, чтобы меньше поролона работать. И еще раз такую же процедуру. Если мы будем держать полировальную машинку прямо, то есть расположение, то так быстро мы не сможем дополировать, потому что контакт будет меньше. Поэтому по дугам держим 15 градусов, быстрее просто располируем. И машинку быстро не перемещаем. То есть как бы подогреваем покрытие. Не забываем о том, что у нас есть специальное мутилиционное отверстие, которое позволяет нам уменьшить температуру. продолжает, 15 грамм 10 грамм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примали. Еще хотел сказать по вот этим вот оправкам. То есть очень важно, чтобы у него край отгибался. Бывают оправки, Если у нас край отгибается, мы можем спокойно... Представьте, если стояла здесь жесткая тарелка, то усилие бы ребром давило не просто через эту тарелку. И мы могли бы еще на каких-то дефертов нарыть, понимаете? Здесь отгибается край и получается какой-то угол. Поэтому для этих целей, если вы работаете таким методом, под углом машинку держите, нужно подбирать. Остатки пасты просто, чтобы сделать легче. Не мучиться, не царапать покрытие. Потому что мы каждый раз, когда пробуем любыми тканями, мы даем микрориску. Особенно если такая пыль упала сюда. Поэтому очистители просто позволяют быстро убрать остатки пасты. Тем не менее, мы видим, что голограмма сейчас заметна. А вот сейчас, видите, изменит свете. Ну, ее только на свету можно увидеть. Как я говорил, что любые полировальники надо перед работой. Верка увлажных. Можно это сделать просто. Побрызгать на сам полировальник, либо просто в воду. Вы тоже старайтесь его идеально приложить. Холочный перец. Вы не сможете его так пропитать. Он пропитался, он сила. В сторону так пропитаешь. Что касается температуры, то шерсть меньше нагревает поролон быстрее, поэтому больше вероятности поджечь лак, а именно поролоны Поэтому не забывайте о том, что долго поролоном по одному месту лазить не надо Перемещаться нужно постоянно Дальше у нас та же самая паста идёт 4 сотая Верховно, в кастрюле Верховно, в кастрюле Я подумал, на 100 градусов А developmental не очень Понял Прочитающие 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 В таком месте А сомненам Миноплас Белый 그러щий Вочерни Миноплас Миноплас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему? Потому что в эту пазу добавлены лубриканты, позволяющие быстро подсыхать пазы и распределяться и равномерно подкрыть. Дальше у нас идет мягкая ткань. Не забывайте о том, что уже финишные все работы мы делаем уже самыми мягкими, ворсистыми тканями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте я еще очищу, чтобы истинное состояние покрытия увидеть, потому что паста может за счет лубрикантов давать глянец. И мы можем получиться так, что нам кажется, что все блестит, машина поехала в мойку, приезжает и матовая. И либо какие-то пропилы остались у нас, недоработки. А очиститель этот сразу нам показывает, где нам еще доработать нужно, потому что мы же не идеальны, правильно? То есть нам надо свою работу перепроверять и видеть, в каком состоянии находится. И вот смотрите, видите, я тут царапал вручную риски эти прямые, видите? Они изначально не были заметны, потому что мы не выгнали эту пасту. У нас заглянуло. Сейчас вот мы можем определить качество. Продолжение следует...